всем привет ребятки добро пожаловать на мой канал и конечно же я извиняюсь за видео вышло новое обновление 3.42 ну и нули перед ними читать не буду это крупное обновление которое было за анонси на 27 числа вот знаете что пофиксили практически все на то что я возмущался и ранее грешил смотрите давайте прочитаем блок обновления что у нас произошло что нам добавили добавлены оружейные скины приобрести их вы можете в соответствующем разделе игрового магазина новое добавлено новое оружие а к 74 м то есть это более улучшенная версия стартового автомата а потом добавлен новый эффект крови добавлены новые улучшенные звуки взрыва гранаты добавлены новые улучшенные звуки стрельбы из ак-47 теперь во время перезарядки самое кстати хорошие теперь во время перезарядки вы можете менять оружие наконец-то это будет шикарно дальше добавлено отображение полученного опыта в статистике раунда с помощью премиум аккаунта когда у меня был премиум у меня был всего один день премиум и я так купил по приколу у меня получается было начисление опыта после конца катки у меня не защищался весь опыт то есть я получал только опыт который я заработал в катке дальше добавлена новая настройка которая позволит включить объемный туман по умолчанию выключена это тоже неплохо для графа дрочер потом обзор прицела окок был значительно улучшен ребята то о чем я говорил в видосе про ас вал прицел стал больше его окно стало лучше прицельная метка стала тоньше и блин это просто шикарно наконец-то можно спокойно стрелять будет окогом супер разрабы вам большое спасибо и уважение мое почтение просто вы все-таки прочитали мое обращение к вам кстати интересно разработчики русские или нет я не гуглил инфу может кто знает напишите а увеличена высота подъема на препятствие то есть теперь можно будет забираться практически на стены улучшена физика полета гранаты скорее всего ее можно будет метать дальше потому что она раньше не ну недалеко метров 15-20 улетала и все значительно улучшена физика тело персонажа это еще посмотрим у всс был увеличен урон на 20 процентов госпа ребята а если кто не смотрел откройте пожалуйста сейчас подсказка вылезет с моим видосом по всс валу там есть нарезка киллов я за 34 патрона убиваю свои сесса если вы добавили урон ребята это это просто два выстрела или или как это будет я понимаю да я немножечко говорил об этом что как бы или увеличить урон но ну как бы надо уменьшить скорострельность ему хотя бы потому что он очень быстро стреляет если вы хотите в сс сделать в сторону снайперского вооружения ну ладно ну смотрите потом как бы будут сообщения о том что свал это имба ну не знаю посмотрим у ака 47 был уменьшен урон на 20 процентов кстати я даже не знаю это спорно потому что ака 47 это стартовый автомат у него плохая точность но как раз урон на это возмещает то есть если ты попал там на средней дальней дистанции там 4 патрона молодец ты убил а так ну придется сейчас постараться ну если вы уменьшили ему урон то и уменьшите чуть-чуть отдачу окей на ака и м16 больше невозможно установить голографический прицел и окок я даже понимаю почему у м16 при прицеливании просто имбовая отдача вот просто имбовая а почему запретили использовать голографический прицел от я не знаю вот честно просто угла графического прицела если вы играли вы видели у него . центральная она меньше чем на обычном коллиматоре то есть вы стреляете точнее возможно они как-то хотят забалансить все это чтобы типа не было видно не было такого обзора за прицельной точкой ну не знаю посмотрим улучшен перевод на некоторые языки спасибо и был уменьшен получаемый опыт за захват контрольной точки то есть не 300 может там 250 будет посмотрим так исправлено отображение модулей в кастомизации оружия кстати я писал об этом к давайте посмотрим на скрины а к 47 джоки а к 47 форест м16 нитро м16 джоки короче скины здесь не прям в таком обилии но уже хорошо в принципе вот кстати мне форест нравится если по нацеплять на пушки особенно на мой скорей что было бы неплохо так смотрим тут скриншот собственно прицела а кога он шикарен вот просто все ребята его не надо доделывать он замечательный а дальше нам показывают новый ствол с а когом кстати на него надевается а ког ну и больше в принципе ничего не знаю ребята честно почему убрали прицельная возможность цеплять а когу на м q я просто ну не понимаю ну как бы вот так не знаю почему и голографический прицел запретили использовать ну как то так имеем то что имеем ребятки надеюсь будущем когда за баланс от эти пушки что-то изменится ну и пока на этом все я постараюсь в монтаж влепить все моменты касающиеся вот этих всех нововведений и добавлений и собственно на этом все спасибо что смотрели обязательно ребятки подпишитесь на канальчик поделитесь этим видосом с друзьями и все всем пока